Периодические дискомфорты, тянущие боли после еды, рассказывает Барнаулиц Олег Мазуров, в течение пяти лет принимал не более, чем за расстройство желудка, пока не обратился к врачу. Поэтому я обратился к гастроэнтерологу. Она мне и ФГС заставила сделать колоноскопию. Наши врачи подходят по полной программе. Проблемы с желудком действительно были, но обследование кишечника, оно же колоноскопия, показало. У мужчин есть еще и доброкачественные образования – полипы. Зачастую они-то вообще себя никак не проявляют, хотя и являются предраком. Поэтому в случае обнаружения полипы нужно удалять, уверяют врачи. Выделяют отдельную группу неопластические полипы, к ним относятся различные виды аденом. Она доброкачественная, но у нее есть высокий потенциал к малигнизации, то есть это значит, что это образование в среднем через 10 лет обязательно приведет к образованию рака кишечника. Но чаще люди обращаются за помощью проктолога, когда замечают кровь или слизь в стуле, самостоятельно приписывают это геморрою или другим заболеваниям, не подозревая, что под этим может скрываться рак кишечника. Болезнь очень долгий период имеет бессимптомовое течение. Считается, рак растет медленно до клинических проявлений, то есть до того момента, пока пациент начинает что-то беспокоить и заставляет его обратиться к врачу, проходит 5-7 лет. То есть практически здоровые люди, которые считают себя здоровыми, могут уже болеть раком и не знать про это. Поэтому, как говорят врачи, золотой стандарт в профилактике регулярное обследование у проктологов. Тем более, что рак кишечника стремительно молодеет. Сегодня им заболевает и 40-летний, и даже люди моложе 30-ти. В зоне риска, говорят доктора, те, у кого подобный диагноз был у близких родственников. Сейчас считается средняя дата обращения, средний возраст обращения пациента на колоноскопию, это где-то 45 лет. В интервале от 45 до 50 лет желательно пройти колоноскопию даже без жалоб. Просто пройти колоноскопию. Если родственники близкие, потому что кровные родственники болели раком и толстой кишки, подтвержденные, минус 5 лет. То есть 40 лет получается. Сегодня пройти обследование у проктолога можно в больнице скорой медицинской помощи номер 2. Ежегодно здесь принимают до 2000 жителей края. Другой вариант – провести экспресс-тест на скрытую кровь прямо у себя дома. Такие полоски продаются в аптеке, но стоят недешево. Очень сходно с тестом на беременность. Так же принцип такой же. Планшетка. Одна полоска, значит, все нормально. Две полоски – это можно расценивать уже как появление крови в стуле. И даже если вы у себя обнаружили кровь в стуле по иммунохимическим методам, не стоит волноваться. Из 100 человек, кто прошли, у кого кровь положительный анализ, положительные 100 человек, у них 30-40% может быть полипы толстой кишки, а 3-4% уже рак толстой кишки. Но в любом случае относиться к своему здоровью нужно серьезно. Ведь, как известно, заболевание лучше предупредить, чем лечить. В качестве профилактики рака кишечника доктора рекомендуют отказаться от красного мяса, острой и жареной пищи, а также алкоголя. Ну и, конечно, должно быть меньше стресса и больше движения. Анара Шагирова, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. День с толком. День с толком.